Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам Первверховного апостола Павла. Особенно подробно мы рассматривали с вами третью и четвертую главу, потому что в этих главах излагается сатириология апостола Павла в его понимании спасения. Поэтому мы привлекали необходимые цитаты отцов церкви, современных христианских богословов, писателей. Сейчас мы будем изучать пятую главу. Здесь две темы. Первая тема – «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». И вторая тема – «Адам и Христос» – первый и второй человек. И мы начинаем чтение пятой главы с первого стиха и ниже. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». В Писании говорится, что хвала и честь принадлежат Богу. Поэтому, когда здесь апостол Павел пишет, «Честь которого, то есть Христа верой, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией», это имеется в виду прославление Бога, хвалебные гимны в честь Бога за то, что Он соделал с нами, за то, что происходит в жизни верующих. «И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть мы похваляемся и восхваляем Бога, радуемся не только тому дару спасения, который мы имеем во Христе и со Христом, будучи через него усыновлены Богу Отцу по благодати, но мы похваляемся и скорбями, которые Господь попускает нам на пути в Царствие Небесное. Не в том смысле, что перенесение скорбей что-то дополняет к тому, что уже соделал, совершил Христос для нас, но это есть то, что может нас усовершенствовать, пока мы идем по дороге в Царствие Божие, в Царство Небесное. «Хвалимся и скорбями». Хвалимся, опять же, здесь двойственный смысл, прославляем Бога за это, и радуемся и веселимся. Как сказано, радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас, поносить и всячески неправильно злословить меня ради. «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Терпение, оно для нас совершенно необходимо. Господь сказал на Иллионской горе, «Претерпевший до конца спасется». Без терпения мы не сможем пройти весь этот путь от начала до конца. Иногда спрашивают, почему этот христианин умер еще молодым человеком. Может быть, Господь видел, что для него эта дистанция будет достаточно сложной, и он сократил его путь в небо. Господь лучше знает, как он ведет нас. «И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что о скорби происходит терпение». Дай Бог нам всем терпение, это то, что нам недостает. От терпения — опытность. Как от терпения может возникнуть опытность? Когда мы терпим, мы видим, что эти терпения были оправданы. Рано или поздно мы начинаем понимать, что эти трудности, скорби были даже совершенно необходимы для нас, иначе мы не смогли бы скорректировать свое движение к Богу. От опытности — надежда, христианская надежда. Сначала Павел говорит о вере, теперь о надежде. Надежда — это вера в ее развитие. Когда мы не просто верим, мы с надеждой опираемся на результат нашей веры. От терпения — опытность. От опытности — надежда. А надежда не постыжает. Христианская надежда, символом которой у древних христиан был знак якоря, она действительно дает нам терпение. Христианская надежда успокаивает нас, приносит вдохновение на узкой тропе христианина. Надежда не постыжает, потому что результат ее — это любовь. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. А когда это происходит, мы ощущаем любовь Божию, которая переполняет нас. Мы начинаем благодарить Бога и за скорби, и за терпение, за все, что мы с надеждой перенесли, и получили этот священный дар — любовь. Любовь — это сущностное свойство Бога. Сказано, что Бог есть любовь. Поэтому обретение любви действием Духа Святаго — это и есть обожение, то есть восстановление подобия Богу, как и был сотворен человек по образу Божию, по подобию Его. То, что человек утратил в грехпадении. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, то есть когда мы были неспособны ни на терпение, ни на надежду, не говоря уже о жертвенной любви. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Здесь конструкция текста такая, как будто бы праведника не нуждается в смерти Христа. Но на самом деле здесь сарказм. Праведных нет. Павел об этом пишет в начале этого послания и со всей очевидностью доказывает, что все согрешили и все лишены правды Божьей. Нет у праведного ни одного. Но Христос, несмотря на наше немощное состояние, когда мы были ни на что не способны, уже обратил на нас внимание и действием призывающей благодати Духа Святаго увлек нас за собою. Таким образом, Он показал любовь свою к нам, доказал ее тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, то есть став праведниками по вере, спасемся им от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». То есть, если когда-то мы были действительно кто-то из нас врагами правды Божьей, да все мы были врагами Божьими, имеется в виду то, что творящий грех есть от дьявола, как пишет Иоанн Богослов, но мы примирились с Богом в Его Сыне. Люди оказались в таких враждебных отношениях с Богом в результате грехопадения. И символом этих враждебных отношений с родом человеческим со стороны Бога был херувим с огненным обращающимся мечом, который ограждал вход в рай сладости, и чтобы грешники не попытались бы силой прорваться в это блаженное и радостное место. Но в Иисусе Христе вражда прекратилась, и церковные предания, об этом говорят отцы церкви, когда римский воин ударил копьем под ребро Спасителя, то этим ударом остановилось движение вот этого меча, обращающегося к херувима, это пишет Золотоуст, потому что из ребра и стекла вода и кровь. Вода – это символ крещения, а кровь – это причастие, таинство, славы Божией, всецелое восстановление человека, который соединяется со Христом. То есть то, что называется обожение, восстановление потерянного в грехопадении подобия и восстановление помраченного образа Божия в грехопадении. Во Христе мы все это восстанавливаем. «И недовольно сего», – продолжает Павел, «но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». И далее идет тема об Адаме и Христе, то есть о первом человеке из земли и о втором человеке с неба. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Апостол Павел касается этой темы, чтобы объяснить, как в одном Христе даруется спасение всем. И Павел начинает с Адама, через которого все, через одного, оказались в состоянии греха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Казалось бы, несправедливость, но справедливость восстанавливается в Христе. В Адаме пали, во Христе тоже в одном, как и в Адаме в одном, мы будем восстановлены. «Ибо и до закона грех был в мире». До дарования закона через Моисея грех был, грех появился даже в раю. Но грех не вменяется, когда нет закона. Если нет заповеди, то можно ли говорить о нарушении закона, чем является грех. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». То есть люди умирали, потомки Адама, которые сами-то не срывали с этого древа познание добра и зла, но они несли ответственность за своего праотца. Потому что и сказилась природа человеческой души. Дух мятежа вошел в этот мир, такого антинравственного диссидентства. Но дар благодати не как преступление. То есть преступлением одного оказались виновны, но дар благодати, милость через одного должна перекрыть всю эту виновность. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, человека с большой буквы, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Поэтому не надо удивляться, что смерть Иисуса Христа, человека, рожденного в Вифлееме, оказалась спасением для всего мира. Если преступление одного Адама породило грех, и все мы умерли в Адаме, то во Христе мы получаем шанс от небес ожить, воскреснуть. Для жизни в Боге и с Богом еще до момента физической смерти. А потом пережить и воскресение плоти. «И дар не как суд», потому что милость, она превозносится над судом, «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление, к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений». Смотрите, насколько милость превозносится над судом. Адам совершил один грех, он с Евой взяли от древа познания добра и зла, но через этот один грех – наказание великое. Приходит Христос, и Он являет для нас спасение. Но это такое спасение, что ни один, ни два, ни три греха, все грехи отпускаются роду человеческому, потому что действие милости превозносится над действием суда. И мы, осужденные водами на смерть, переживаем воскресение во Христе, сначала нравственное и моральное, потом и физическое. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого, то есть единственного Иисуса Христа». Почему Павел все время настаивает на том, что един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус? Потому что в понимании апостолов и святых отцов посредник между Богом и человеками, я об этом часто вспоминаю, должен быть и Богом, и человеком одновременно. Поэтому в таком абсолютном смысле таким посредником может быть только Бога-человек Христос и Иисус. Ни один другой иерарх, ни Папа Римский, ни патриарх, никто не может оказаться посредником между всем народом и Богом. Потому что посредник должен быть причастен и божественной жизни, как Бог, и человеческой, не чувствуя человеческой жизни, как человек. Таковым является только Господь наш Иисус Христос, о чем Павел и пишет, посредством единого Иисуса Христа. Далее 18 стих. «Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, казалось бы, несправедливо, но Бог всегда восстанавливает справедливость, посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так и правды одного, то есть через Христа, всем человеком оправдания к жизни». И в западном христианстве было древнее песнопение на Пасху, когда пели «Мы благословляем это преступление Адама, которое побудило Бога сойти на землю и стать одним из нас». Там такой смысл в этом песнопении. То есть то, что мы потеряли в Адаме и приобрели во Христе – это несоизмеримо более значимо для нас. Как и Августин Блаженный пишет, «Бог никогда не попустил бы зла, не имея намерения само это зло обратить в добро». «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Действительно, мы сделались все грешными через Адама. Как псалмопевец молился, «Беззаконий зачат я, во грехе родила меня мать моя», хотя у него были вполне благочестивые родители. Но преступление, прислушание Адама – это то, что по наследству передается нам всем. Как сказано, от одной крови произошел весь род человеческий. Поэтому мы нуждаемся в другой крови, в крови Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха. И когда мы причащаемся телой крови Сына Божия, мы становимся причастниками божеского естества. Конечно, не по природе, но по благодати. Послушание Христа. Что здесь имеет в виду апостол Павел? Он имеет в виду то, что Христос был послушан и послушан Богу Отцу до смерти и смерти крестной. И все это для того, чтобы истребить наше непослушание. Наше непослушание. Как через праматерь Еву грех вошел в мир, и смерть вошла в мир, так через Деву Марию, Ева тоже была Девой тогда, так и через Деву Марию в мир входит жизнь вечная, в рождение Бога Слова, Христа Иисуса, Спасителя нашего. Как через древо ослушания, древо познания добра и зла, грех вошел в мир, так и на древе Голготского креста были распяты наши грехи и преступления. Как в Библии сказано, что Христос властной рукою все рукописание наших грехов, весь тот компромат, который бесы собирают на нас, пригвоздил к древу креста и омыл все это своей драгоценной кровью. Закон все пришел после, после трагедии грехопадения. И таким образом умножилось преступление, потому что пришел закон и усилился грех. Раньше люди, например, не знали, что есть запрет на близкие родственные браки. Это не считалось грехом. Пришел закон, и это стало грехом. И многое подобное. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. То есть грех умножился, все оказались виновными перед законом. Закон, как грозный прокурор, закон Божий обвиняет нас. И тогда является в определенное время правда Божия, Господь Иисус Христос, воплощается на земле, чтобы принести нам милость, избавление от ответственности за грехи. И более того, он приносит нам оправдание. Оправдание – это такое всецелое очищение, что как будто бы мы никогда и не были виновны. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». То есть ныне уже смерть не царствует. Ныне мы живем в царстве благодати. Благодать – это милость, прощение. И живя в царстве благодати, когда мы молимся, Бог слышит нас через Сына Своего. Когда мы плачем, Он видит наши слезы через Сына Своего. Когда мы просим прощения, Он прощает нас через Сына Своего. «Ибо после того, как Сын вознесся в израненном теле на небеса и воссел одеснуя Бога Отца, Бог Отец смотрит на каждого из нас, живущего на земле через раны Своего Сына, и видит нас спасенными, помилованными и даже более оправданными». В Иисусе Христе благодать царствует. Но не надо думать, что так будет всегда. Царство благодати начинается, когда на кресте Христос сказал «свершилось». То есть свершилось дело искупления наших грехов и преступлений. Как Бог, который не ограничен временем и пространством, Он взял на себя грехи всего мира. Тех людей, которые жили до Его воплощения, тех, которые жили и живут после Его вознесения на небо. И совершил всецелое избавление. Но царство благодати, оно окончится. Окончится, когда наступят времена Апостасии, после времен Апостасии, времена Антихриста. Дверь спасения закроется для язычников. Об этом пишет апостол Павел в этом же послании к римлянам. И во дне Антихриста эта дверь спасения откроется только для израильского народа. Это тоже справедливость. Потому что в начале истории домостроительства спасения во Христе дверь спасения закрылась для еврейского народа. Как Павел пишет, что Бог наслал на них дух как бы усыпления. Но она открылась широко для язычников. Под конец времени все будет наоборот. И в этом послании к римлянам есть целая отдельная глава, где решается этот еврейский вопрос с точки зрения христианского откровения, книг Ветхого и Нового Завета. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах, новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok